Это Droider Rui, выставка CS 2013, стенд компании Arches. В прошлом году нам не удалось найти вот этот вот Arches Gamepad. Нашли только вот этот планшет-сэндвич. А сейчас удалось. Вот он работает. Стоит всего лишь 150 долларов. И это действительно главное преимущество. То, что у него ценник очень даже приятный. Давайте посмотрим для начала на корпус. Корпус, экран у нас 7-дюймовый. Здесь справа есть кнопочки, стандартные кнопочки для всех игр. Здесь есть два аналога. Достаточно удобных, как примерно такие же, как на PSP. Вот такие вот маленькие. Есть еще кнопка Select и Start, которая обычно для приставок используется. Здесь есть два шифта L1, L2. Точнее, это L2, R2. И еще два вот этих вот курка тоже. Сверху кнопочки громкости, включение питания. HDMI, кстати говоря, полноценный выход. Можно сразу включать к телику, играть в игрушки. Наушники. Ну, да, мини-HDMI. Практически полноценный. И снизу у нас есть слот для карты памяти, что тоже хорошо. Что здесь плохо? Экранчик здесь не очень качественный. Это TN Plus Film. Это сделано было, конечно же, для такого хорошего ценника. И поэтому тут не очень дорогие материалы используются. Как видите, углы обзора так себе. Разрешение 1214768. Ну, в принципе, процессор здесь стоит двухъядерный, полтора ГГц. Rockwell. И он, как нас уверили, работает быстрее от игры. Я не уверен, насколько он работает быстрее от игры. Но, в принципе, все менюшки работают быстро. И по соотношению цены-качества, как нам сказали, опять же, он лучше. Ну, опять же, ценник 150 долларов оправдывается. Давайте посмотрим, как идет игрушка, на которой мы тестировали практически все наши устройства. Dead Trigger. Да, мы... Вот можно будет здесь управлять вот этими всеми кнопочками. Она, кстати говоря, поддерживается как бы. Именно вот это управление здесь уже поддерживается в Dead Trigger. В других играх, в которых не поддерживается, я чуть позже покажу, как можно сделать, чтобы поддерживалось. Вот это тут есть небольшой ноу-хау. Можно будет вот этим кнопкам присваивать экранные кнопки. Очень здорово это сделано. Для начала Dead Trigger. Ну, вот так вот это все выглядит. В принципе, сильных тормозов я не замечаю. Вот курком можно стрелять по зомбакам. Наверное, когда много зомбаков, будут немножко тормоза. Но, в принципе, все работает шустро. Но Dead Trigger, он вообще в этом плане очень хороший. Он здорово адаптирован под разные платформы. В принципе, действительно, идет практически на всем. Ну, иногда, конечно, тормозит. Но, вообще, играть можно. Играть здорово. Эксперенция совсем другое. Вы нажимаете уже не на экран. У вас весь экран свободен. Вы можете просто нажимать вот на эти кнопочки. Нажимать вот на этот курок сверху. Очень приятно. Управление удобное. Кроме того, планшетик легкий, тоненький. От батарейки он будет работать, вот именно если играть в 3D-игрушки, в крутые, где-нибудь 3-4 часа. Если в какие-нибудь такие лайтовые, ну, может даже меньше. Если играть в какие-то лайтовые такие казуалки, то, скорее всего, можно проиграть и там часов 5. Если просто пользоваться им, там, смотреть видео или слушать музыку, там можно и на часов на 10. Как-то вот так. О емкости батареи нам, к сожалению, не сказали. Что касается других игр, которые не адаптированы под это управление. Вот, например, тут есть пример хороший. Например, вот, например, например, гонки на мотоциклах Трайл Экстрим 2. Вот на нем и посмотрим. Здесь управление осуществляется с экрана. Экранными кнопками, как вы, наверное, знаете. Вот они, вот эти кнопки. И чтобы назначить... Вот мы ничего не можем показать. А, мы можем ему... А, да, сейчас уже назначены. Вот сейчас мы сделаем вот такую операцию. Мы нажимаем на все эти кнопки и ничего не работает. Вот. Можно пользоваться экранными, но это неудобно, если у нас есть такие классные джойстики. Мы заходим, нажимаем вот на эту кнопочку. Тянем кнопку вот сюда. И назначаем на какой-то из клавиш аппаратных. Вот влево. Это у нас вправо. Прыжок у нас будет А. Что-то там еще. Допустим, у нас будет Х. Вот. И еще вот эта вот фигня будет... 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 Предположим. Плей. И вот так. Это я прыгаю. Ага. Иксом я ускоряюсь. А вот этими кнопочками я управляю углом. И все работает. В любой игре практически эта штука будет работать. Действительно удобно. Можно добавить хоть в Angry Birds. Ну, нет. В Angry Birds не получится. Но в любой игре, где такие вот экранные кнопочки, можно назначить аппаратные. Это Arches Gamepad. Хорошее устройство. Стоит всего лишь 150 долларов. Я напоминаю. Действительно очень хорошая цена. Это Droid Rus. Выставки CS 2013. Смотрите, подписывайтесь. И самые свежие новости у нас. ОМАТ-4 4470.